Приветствую! Сегодня у нас необычный выпуск нашего блога личностного саморазвития и путешествий со смыслом. Сегодня будем производить небольшой анпак посылок, подарков, так сказать, из Алиэкспресс. Не секрет, что сегодня различные гаджеты и всякие штуки стоят очень дорого, если покупать их в своем городе. И многие люди начали заказывать их напрямую с Китая. Есть различные сервисы типа eBay или Алиэкспресс. И других подобных китайских интернет-сервисах, аукционах. Соответственно, на этих гаджетах можно экономить и даже немного зарабатывать, если продавать их немножко дороже, чем их китайская себестоимость. Сегодня мы вам покажем, что пришло нам последние 3-4 дня. Это целых 5 посылок. Мы еще и сами их не вскрывали. Посмотрим. Удачного вам дня! У нас имеется 5 различных посылок. Посмотрим, что мы заказали за последнее время на Алиэкспресс. Это многофункциональный нож и отвертка. Чего тут только нету. Это многофункциональный нож для различных путешествий, для путешественников. Тут есть, я вижу, open bottle для открытия бутылок. Отвертка, 5-сантиметровая линейка. Различные ключи на 6, на 8, на 10, на 12 и куча всего другого. В общем, с этим нужно разбираться. Тут куча всего. Посмотрите. Стоит менее доллара такая штука. Естественно, за меньше, чем доллар вы не купите это в магазине. Идем дальше. Пакет еще меньше. Пока неизвестно, что это. Это лампа. Вставляется вместо кредитной карточки в кошелек. Затем ее можно использовать как лампу. Сейчас попробуем выключить свет, посмотреть, как это работает. Очень интересный девайс. Также стоит около доллара. Светит плохо, но в палатке. Можно легко использовать. Или просто где-то подсветить в гараже. Горит не очень ярко, но интересный гаджет. Опять же, за свой доллар вполне можно приобретать. Ну, может быть, немножко толще, чем обычная пластиковая карта. Это так же аксессуары для путешественников. Я помню, я их недавно заказывал. Это из паракорда. Браслет. Браслет из паракорда. Так же он в себе содержит огниво. Огниво. Как его называют? Огниво. Обычный, казалось бы, браслет. Но с помощью него можно теоретически разжечь огонь. Для путешественников это так же очень приятная, очень приятная вещь. Она не стирается практически. Если положить кусочек листа какого-то, то вполне можно разжечь огонь. Главное тут ничего не спалить. Так же тут есть паракорд. Естественно, его можно высунуть отсюда. И будет метра три веревки. Эту штуку можно носить с собой в путешествии. Привязывать ее к рюкзаку. И вполне интересно за свои полтора доллара. Очень приятная вещь. Еще раз показываю. Вполне работает. Не хуже зажигалки. Смотрим дальше. Целых две штуки. Стоили всего около трех долларов. Еще одна не распакованная. Так же можно подарить кому-то. Это аксессуар для GoPro камеры. Отличная штука. Это аксессуар для GoPro камеры. Насадка для обычного штатива. Вот у нас есть небольшой штатив такой. Мы его когда-то давно покупали. Стоимость также его не более 10 долларов. И обычно тренога, если нет большого штатива. И этот аксессуар просто крепится на нее. А сюда крепится GoPro камера. Любая. Так же пригодится нам в путешествиях. И последняя на сегодня. Адаптеры для SD-карт. Это адаптер обычного ноутбука. Обе карты памяти 32 гигабайтные. Мы же сейчас не будем их распаковывать. Потому что в этом нет смысла. Они не самого высокого, 10 класса. Стоят менее 10 долларов. Это где-то 250 гривен. Или 600 рублей. В принципе, мы можем одну скрыть без проблем. Скрывается, но очень легко. Если вы будете с ней путешествовать. Ее можно поместить в этот бокс. Также сюда помещается SD-адаптер. А это для обычного ноутбука или компьютера. Так, оставим одну. Один такой комплект. Не раскрытым. Пусть будет. Пригодятся для любого ноутбука или планшета. Итак, вот 5 посылок, которые пришли нам за последние 2 дня. Это 2 браслета с паракордом и огневым. 2 карты памяти и аксессуары. К ним. Переходники, аксессуары. Штука, называемая Wallet Ninja. Для кошельков. Ее можно использовать вместо кредитной карты. Можно использовать, скрывать и коробки, и бутылки, и кучу всего интересного. И также непонятный светильник. Также можно использовать в бумажнике, выложить или в карман. Не занимает практически места. Ну и так как сегодня видео получилось очень коротким, попробую показать вам штуки, которые приходили к нам на прошлой неделе. Вот, например, мы взяли 2 подарка для себя и для друзей. Необычные штуки. Тоже стоят менее доллара. Такой вот необычный фотоаппарат. Железный. Можно повесить себе на шею. За доллар неплохой аксессуар. Вот такая необычная штука, которая подходит к любому. Ноутбуку, планшету. Для путешественников подходит идеально, так как может собираться. И быть гораздо более компактнее, чем обычный шнур. Также нам пришел и небольшой таблет. Ноутбук на Windows 8.1. С одной кнопки можно переключить на Android. Вот такой вот необычный переходник. Также можно использовать и для mini-USB его. Для зарядки. И для обычного USB. Вот. Ну и, конечно, Powerbank батарея. Тоже, естественно, для каждого путешественника. Это очень актуально. Так как разные девайсы могут разряжаться. Вполне можно зарядить им ноутбук или планшет. Вот. Пошла зарядка. Планшет показывает. И тут пошла. Вполне можно зарядить этой штукой. Вот. Также есть еще один интересный переходничок. Можно использовать обычный USB-шнур. Для переходника на mini-USB. Использовать с планшетом. Вот такая вот необычная штука. Стоит буквально полдоллара также. Ну и, конечно, в конце всего этого, вместе с ноутбуком, вместе с планшетом, мы получили вот такой вот необычный подарок от китайцев, на котором мы сегодняшний наш обзор гаджета с AliExpress и закончим. Это, как я понимаю, какой-то чай, который нам положили в подарок к таблету. Естественно, таблет стоит намного больше. Но тоже неплохой, красивый подарок. Можно попробовать. Очень вкусно пахнет. Скорее всего, пуэр черный. Попробуем. Ну и на этом мы закончим нашу распаковку покупок с AliExpress. Так же, как и начинали, я прощаюсь с вами. Заходите чаще на наш блог «Путешествия и самосовершенствования». Подписывайтесь, ставьте лайки и приглашайте своих друзей. Пока-пока.